У нас есть победитель, но я вам пока не скажу, как его зовут. Сколько написано? Так он догадается с вами. Молодцы? Потом. Остался быть саспенсом. Должен быть саспенсом. В игру мы поиграли сцену, но я решил сделать это перед перерывом, чтобы у меня было время посчитать результаты в перерыве. И к ней мы вернемся ближе к концу, чтобы в конце заниматься простыми вещами. А пока еще немножко, чуть-чуть серьезных вещей. Давайте, чтобы восстановить, так сказать, формулу, посмотрим на еще один простенький примерчик динамической игры. Очень похожий на то, что вы видите в самом начале. А после этого откроем для себя смешанные стратегии и равновесие по нашим смешанным стратегиям. Ну, очень простой пример, то есть закрепить вас. У нас есть самолет, а в самолете есть террорист. И террорист может взорвать самолет, может не взорвать. И ему надо, чтобы самолет полетел на Кубку. А самолет летел в нее. Сейчас на пилот решает подавести самолет. Наш террорист. После этого решает взорвать. Ситуация, я думаю, понятная. Хоть может быть и не слишком правдополная. Но, соответственно, на самом деле террорист взорваться не хочет. Всем будет плохо. Все получат по нулям. Террорист хочет на Кубку. Очень сильно. А пилот хочет в Нью-Йорк. Если не пойдет в Нью-Йорк, пилот получит много. А если на Кубу, то наоборот. Сколько у нас под игр здесь? Две. Три. Кто больше? Три. У нас еще, собственно, две малые подыгры. И сама игра все еще остается. Ну и давайте в каждой игре равновесие. В каждой под игре какие у нас равновесие? Не взрывать. Не взрывать. Не взрывать. Не взрывать. Что, зачем взрывать. В любом случае террорист решает. Не взрывать. И кто-то. Решает не взрывать. Зная это. Пилот знает фактически, как заканчивается игра в каждом случае. И летит куда. И идет. Вот и все. То есть очень похоже на ее вход. Ну, более-менее. Давайте еще раз нарисую то же самое дерево. Но вообще террорист пользы не должен получать с того, что самолет в Нью-Йорк платит. Да. Что это террорист? Не должен получать с того, что самолет в Нью-Йорк платит. Ну, он не то, что пользу получает, он просто любит жить больше, чем не жить. Ну, неправильно. То, что здесь единица, это не значит, что это хорошо. Это просто значит, что один больше. Нет. Ну, как бы, еще раз, то же самое, что было бы для входа. А тут есть еще одно равновесие Нэш. Какое оно? Давайте, так методом приступить... Но террорист взрывается в Нью-Йорке и не взрывается на Кубе. Возрывается в Нью-Йорке, не взрывается на Кубе. А пилот, соответственно, летит на Кубу. Да. А пилот, соответственно, летит на Кубу. Ну и, соответственно, на самом-то деле есть и наоборот, если задуматься. Террорист взрывается на Кубе, не взрывается в Нью-Йорке, и пилот летит в Нью-Йорк. Ну, как бы ещё более странная равновесия, но всё ещё равновесие. То есть, все это почувствовали или надо нарисовать? Давайте нарисую ещё третий раз заденем. Первая ситуация, когда террористы взрываются и летят они в Нью-Йорк, она является равновесием? По нашу? Ну да. Ну, как бы любое совершение в подыграх... Давайте ещё раз сравним. Совершение в подыграх равновесия – это равновесие наше в любой подыгре. Правильно? Да, да, да. У нас есть подыгрок. Всё очень. Нью-Йорк, Куба. Всё ещё взрывать Кубу. Взрывать или не взрывать? Взрывать или не взрывать? Взрывать или не взрывать? По дням. В Нью-Йорке хорошо пилоту. В принципе, террорист может пообещать взрывать себя летя на Кубу, не взрывать летя в Нью-Йорк и пилот будет лететь в Нью-Йорк. Такой очень странный равновесие. Вроде бы хочет на Кубу, а летит в Нью-Йорк. Но почему это равновесие по нэшу? Пилоту смыслу не отменять своё поведение, он получает вместо пяти ноль террористу. Зная, что пилот летит в Нью-Йорк, нет смысла себя взрывать на этой ветке, потому что будет ноль вместо пяти. И, в общем-то, всё равно, что сделать на этой ветке. Таким образом, если пилот точно летит в неё, ну, как бы всё. Вот оно равновесие. Есть обещание разрывать себя на Кубу. Ну, вот это равновесие действительно очень странно. И это одна из причин, почему мы пользуемся вот этой концепцией совершенно в подъемных равновесиях. Но вот это равновесие не такое уж плохое, как казалось бы. Как минимум для террористов. Ну, точно лучше, чем вот это. То есть у нас опять выникает проблема того, что ему хотелось бы пользоваться вот этой неправдоподобной угрозой, но он не может. То есть если пилот влетит в Нью-Йорк, он не может обязать себя взорвать. И это, так называемое, ну, двойственное к вопросу того, что называется неправдоподобной угрозой, то, что называется связывающим обязательством. Ну, как бы, по-русски это звучит две совершенно разные вещи, правдоподобные и неправдоподобные угрозы, завязывающие обязательства. Ну, а здесь, как бы, в английском одно и то же прилагательное. То есть если бы он мог это обязательно на себя взять каким-то образом, пообещать себя настойчиво в Нью-Йорке взорвать, то пилот прилетел бы на Кубу, а не Нью. И эта проблема часто вредит. То есть, грубо говоря, если вы предотвратите обязательство, то это в порядке, потому что там у него стоял бы террорист или ноль, допустим, полтора. Ну, это как бы внутри игры, а вне игры это может быть, что, допустим, террорист... Каким-то... Скорее, это будет не как изменение платежей, а то, что террорист каким-то непостижимым для нас образом эту ветку игры уничтожает. Ну, например, у него бомба такая, что она взрывается автоматически, если он поднимается выше, там, 30 градусов северной широты. Почему бы нет? Например. И, как бы, эта проблема здесь, как бы, выглядит простой и понятной. Часто она возникает в приложениях, связанных с экономической политикой, с макроэкономической политикой, а именно не просто с макроэкономической, а конкретно с монетальной политикой. То есть конкретики я проводить не буду, но... Представьте, что здесь не террорист, а центральный банк, и он решает печатать деньги, ну, демиссию дополнительно проводить или не проводить. А вот тут кто? Ну, правительство решает, наращивать расходы или не наращивать. То есть, конечно, центральный банк хотел бы, чтобы правительство не наращивало расходы. То есть, с той же идеей центральный банк жаждет обязать себя не печатать деньги, а здесь, даже в том случае, если правительство начнет наращивать расходы. То есть, та же самая идея, немножко, чуть более приложенная к какому-то более-менее экономическому вопросу. Ну, как и зашло. А будет ли что-нибудь интересно, если заставить себя много раз подряд в ту игру играть? Будет в понедельник или пятницу. В зависимости от того, как мы все сделаем. Ну, соответственно, вот с этим, совершенно под игрок равновесия, равновесие, ну, основная проблема, которую мы решали, это то, что равновесий по нашу слишком много, и часть из них выглядит какими-то через чум неинтуитивными. То есть, непонятными и неправдоподобными. Вторая проблема, которую мы вчера встретили, это то, что иногда почему-то равновесия наше не бывает. Когда мы смотрели на игру «Монетка», у нас равновесия наше нет. Сейчас мы решим эту проблему. Давайте я выпишу игру для напоминания. Игра простая. У нас было два человека. У каждого было две стратегии. Алёна и Мережко. Первый хотел угадать, а второй – не угадать. Второй хотел, чтобы первый не узнал. Ну, и мы выяснили, что равновесия по нашу нет. Теперь, небольшое уточнение. Нет равновесия по нашу чистой стратегии. Чистые стратегии – это те стратегии, которые мы здесь, собственно, имеем. Сказать «рла» или сказать «решку». Раз я написал в чистой, то должна быть какая-то альтернатива. Но альтернатива будет не в «глязных», а в «смешанных». То есть мы столкнёмся с такой вещью, как смешанная стратегия. Что такое смешанная стратегия? Ну, интуитивная – это когда человек начинает вести себя случайным образом. То есть берёт монетку, кидает предварительно, а потом решает, что сказать. Или кубики кидает. Формально, у нас школьники, я не хочу сильно никого пугать, но формально смешанная стратегия – это распределение с доменом в пространстве чистых стратегий. То есть это некое распределение вероятностей по всем чистым стратегиям, которые у нас есть. То есть это, например, мы что-то среднее выберем. Какая стратегия следует за определенной вероятностей, о которой заранее… Игры, когда игрок следует назвать стратегией, с определенной вероятностей. Ну и понятно, любое распределение с формальной точки зрения – это некое подружение чего-то куда-то. Если я писал x – это стратегия всегда, то sigma от x будет смешанной стратегией. То есть, по сути, эта функция sigma будет каждой стратегией игрока, какая его есть, давать ему вероятность, с которой эта стратегия играет. Ну и понятно, как именно математика, sigma – просто отображение стратегии в числах. Давайте на дискретном случае считать. То есть, вероятностные меры. Ну что, зачем оно нам нужно? Оно нам нужно, чтобы получать равновесие там, где их нет. И делать мы это будем тоже через отклик. То есть, мы помним, что мы на прошлой неделе придумали и сегодня повторили, где оптимальна была отклика или функция реакции, как ее называют еще. Давайте ее, как бы, организуем здесь. Давайте, это у нас игрок 1, игрок 2. Предположим, что первый игрок 1 следует смешанной стратегии некой. Альфа, где Альфа – это вероятность, которую он называет Орла. Ну и, соответственно, Ешку называется какой вероятностью? Один гинус, один гинус Альфа. Гинус Альфа. Гинус Альфа. Гинус Альфа. Вопрос. Как реагировать на это второму игроку? Гинус Альфа. Гинус Альфа. Гинус Альфа. Гинус Альфа. Ну, что мы делаем? Чтобы понять функцию реакцию, мы посчитаем, как бы, выигрыш от следования каждой стратегии. Выигрыш от следования стратегии. Гинус Альфа. Это что? С вероятностью Альфа игрок назовет Орла тоже. С вероятностью Альфа я получу минус 1. Ну а с вероятностью 1 минус Альфа второй игрок назовет, первый игрок назовет решку, я получу 1. Ну и аналогично считаем для случаев, когда я буду приняты смешки. С вероятностью α первый игрок не угадает, я получу единицу. С вероятностью 1-α он угадает, я получу минус единицу, как второй игрок. И в итоге это 2-α есть единица. Но вопрос стоит. Когда я называю α как донечку? Когда выиграешь больше α? Что я получаю? Получаю, что α должна быть не больше 1-2. Есть ли какое-то простое формальное объяснение, почему мы сейчас не занимаемся тем, чтобы посмотреть, что будет, если второй игрок тоже будет монетки кидать с какими-то вероятностями? Будем, по очереди. Сперва посмотрим, как видит себя второй. Мы сейчас выясняем, что второму делать. Мы ищем функцию реакции. Если ему лучше будет какая-то стратегия, он будет играть всегда. Давайте подумаем. Не еще видно. Почему я раздаю стратегии вероятности, не равные 0-1? Почему я играю стратегии 50 на 50? Если я сейчас перепуту первого и второго. Нет, еще раз. Так вот, потом. Ну, смотрите, тут какой подлог. Я знаю, что в равновесии нэшерском я всегда играю стратегии, которые дают мне максимум призаданных стратегий других игроков. Чтобы я играл какие-то две или три, я должен быть безразличен. То есть, если я знаю, что есть заданная стратегия всех этих игроков и одна стратегия лучше всех, я ее буду играть. Когда две, я могу делать что угодно. Сейчас это и начнет происходить. Давайте здесь будет альфа, а тут бета. Тут еще за картом, конечно, остается идея о том, как вот это получилось. Почему я умножаю вероятности на то, что в клеточках написано? Давайте поверьте мне, что так можно. Ну, там заката, типа, теория победности стоит, наверное, на Эйнштейн и все тут. Я не хочу про это сейчас разговаривать. Давайте бетой назовем вероятность, с которой, собственно, второй играет Анлат. Давайте их называть не первое, а второе, а, например, загадывающий и угадывающий, что будет. Как раз это у нас удобнее. Не знаю, я не знаю. Давайте первое, нужно угадывающий, угадывающий, а второе, загадывающий. Ну, смотрите, бета – это вероятность для загадывающих. Если альфа меньше одной второй, для второго стратегия орла строго лучше, чем стратегия орешек. То есть он всегда будет играть орла, всегда это с вероятностью единиц называется. Соответственно, если здесь у нас одна вторая, если альфа до одной второй, он играет с вероятностью единиц. Если альфа строго больше одной второй, это число становится больше. То есть решка всегда становится больше и лучше. То есть орла не играет никогда, никогда с вероятностью 0. То есть бета равна 2. Что происходит, если альфа равна одной второй? Если альфа равна одной второй, здесь какая-то стратегия дает мне по 0. Это, как раз, на СМС будет? Нет. Когда-нибудь потом. То есть мне все равно, что делать. Я готов играть орла или орешку с любой абсолютной вероятностью, в которой я смогу рассудиться. Ну и теперь мы тот же самый ход рассуждения проделываем для второго. предположим, что загадывающий имеет вероятность некоторой в голове. Игрок 2, он же загадывающий, играет с бетой для первого угадывающего. Польза от игры решки, что с бета получит единицу, с одной минус бета минус единицу. Итого две беты без единицы. Один из двух бета. Победает только когда, когда бета на этот раз больше 1-2. Ну, по той же самой идее строим вторую половину картинки. Если бета меньше 1-2, я всегда хочу играть решку. Я знаю, что решка для меня лучше. Всегда играть решку – это значит, что играть орла с вероятностью 0. Я выбираю вот моя функция реакции. Если бета больше 1-2, мне всегда лучше играть орла. С вероятностью единицы я буду выбирать орла. Но аналогично, когда бета равно 1-2, мне опять все равно. Я делаю к нему все, что угодно. Я старался, чтобы оправдывал. Я только улетел. Все хорошо. Все хорошо. И что, аналогично это лучше стоит? Снимал солнце. Главное, чтобы направление было правильным. Ну, естественно, это не что иное, как функция реакции, которая у нас будет. То есть вот эта линия ровная – это наилучший отклик игрока второго на действие первого. А это наилучший отклик игрока первого на действие второго. Ну, как всегда, там, где у нас функции реакции бесеклись, там у нас иношевская равновесие. То есть в данной игре очень просто. Надо случайным образом с равными вероятностями выбирать действие и ему следовать. Формальное определение, соответственно, оно абсолютно такое же, как определение равновесия на шавчистых стратегиях. Это вариант первый. Это такие стратегии, что выбор равен наилучшему отклику. Либо такая стратегия, которая приносит максимальную полезность. Единственное отличие, что теперь мы полезность выписываем чуть-чуть длиннее. Если у вас была полезность от своей стратегии, от чужих, от своих чужих, теперь мы немножко ее меняем, работаем с новой такой полезностью, которая зависит, понятно, от нашей стратегии и стратегии все еще чужих. Но это не что иное, как формальное от ожидания все еще исходной полезности для каждого XI и всех остальных стратегий. От ожидания относительно всех стратегических игроков. То есть, когда мы раньше фиксировали стратегии и всех остальных, мы теперь наш выигрыш усредняем по всем их действиям. То есть, как здесь мы делаем, мы усредняли выигрыш второго по действиям первого, бросанию монетки. И здесь мы усредняли выигрыш первого по загадке второго. То есть, он загадывает что-то 50 на 50, но мы усредняем по случаю 50 на 50. Альтернативно, можно думать об этом как обыгрев большой популяции. То есть, например, это не то, что каждый из нас, играющих, всегда играет, ну, выбирает случайно образом 50 на 50. что половина людей всех в комнате, в этом городе, давайте, половина всех людей в этом городе всегда говорят ореон, а половина всегда говорят решка. То есть, половина всегда загадывает ореон, всегда загадывает решку. Но вы никогда не знаете, с кем вы сейчас сядете играть. Результат будет тот же самый. То есть, такая интерпретация особенно популярна в биологии. Я не знаю, если увидели бои оленей рогами. То есть, олени дерутся примерно с вероятностью 80% что ли. Или другими словами, 80% оленей дерутся рогами. Но тоже можно моделировать в качестве равновесия смешанных стратегий. Давайте для закрепления еще один пример посмотрим, а потом будем отдыхать, вспомнив, что мы сыграли в игру и кто-то у нас все еще победил. Я помню. А давайте мы присвоим победу и раздрубаем шоколадку. Мы можем еще устроить тотализатор на победителя, в принципе. Но я боюсь, что это запрещено в университете. Провод настроить. Так, давайте... Нет, это заведу. Что у нас? Вчерашняя у нас была игра «Битва полов». Основные квадратики я оставлю, а цифры поменяем. То есть у нас были персонажи по именам М и Ж. Мы чуть-чуть поменяем им выигрыши. Чтоб совпадалось с ними записи, мы сделаем их так. Что-то была опера и футбол. Персонаж М и персонаж Ж. Они хотели встретиться, но внезапно опера становится резко более противоречивым выходом, чем футбол. Разница мнения в опере намного больше разницы мнения в опере. Ну, давайте искать равновесие. Есть желающие писать по мастеру на доске? Нет? Точно? Туда будем писать граздиум? Туда будем писать граздиум? Могу. Так. И давайте картинку тоже оставим так, чтобы перерисовывать. Всё. Из-за одного всех сомневающихся и замечательных. Странно, что некрасиво. Скажу, что не кожа. Альфа, бета, один минус бета. Ну, поехали. Начинаем с кого? С мужчины. Ну, давай. Стран. Его полезность от оперы на чему? Один альфа. Мужчина. Я всё-таки и пытался возмутиться и возмучусь. Предположим, что мы знаем, что один из игроков с вероятностью альфа выбирает одно, с вероятностью один минус альфа выбирает другое. Мы говорили, что тогда мы просто с вероятностью один выбираем то, с чем нам лучше. А почему не будет лучше, если мы тоже будем образовать какую-то монетку? Наверное, нам придётся написать какое-то неравенство, которое будет довольно несложным. Но я не могу себе этого представить. Наверное, это надо сделать. Так, сейчас. Мы зафиксировали. Давайте. Мы начинаем собирать сами, мы зафиксировали бета. Да? То есть почему при этом не будет лучше? Ну, смотрите. Давай. Человек. Мы в теории игр. Человек у нас всегда выбирает действие, которое приносит ему максимальный выигрыш. Вот. Да. Почему у меня это не будет приносить максимальный выигрыш? Давайте я выпишу сейчас. Давайте выпишем полезности. Тут будет альфа, да? Нет. И... М. У футбола это 3 плюс 3B. Предположим, бета равна для простоты нулю. Здесь ноль, здесь три. А предположим, вы бросаете какую-то монетку. Что вам дает монетка? Да. Вы можете с положительной вероятностью получить ноль вместо трех. Да. И все. А, да. То есть с монеткой всегда получаете три сгорания. Смысл что-то бросать монетку и рандомизировать возникает только тогда, когда у нас все равно. Хорошо. Иначе стоит за лучше. Давайте. Что раз альфа опера. Опера лучше футбола, только если бета внезапно больше либо равна. Он крайне хуже футбола, если бета уменьшит трех четвертей. Ну давайте на диаграмму это внесем. Если мы знаем, что бета больше трех четвертей, мы резко хотим в оперу. Альфа будет равна единице. Правильно? Логично. Если мы знаем, что бета меньше трех четвертей, мы резко хотим на футбол. А если бета равна трех четвертям, то нам все равно. Мы хотим куда угодно, сколько какой им вероятности. Ну, теперь тот же самый логический шаг проделываем для второго игрока с имени МЖ. В оперу, если бета-вотчерут, то будет четыре альфа, да? Если бета-вотчерут, то будет четыре альфа, да? Если бета-вотчерут, то будет что-то. Два минус два альфа. Два минус два альфа. Соответственно, футбола не хуже футбола, только если альфа больше 1,3 или 1,3? 1,3, да? Нет, возможно, 1,3. 1,3. Я уверен. На что мы получаем? Когда альфа больше 1,3, мы очень хотим вопер. Правильно? То есть бета равна 1,3. Когда альфа меньше 1,3, футбол резко лучше, и мы хотим футбол, то есть бета равна 0. Ну и последнее, когда альфа равна 1,3, нам опять все равно мы делаем все что угодно. Давайте вот этот шпихуем, потому что это другой игрок. То есть это у нас, что бета от альфа, бета как наилучший отклик на альфу, а это альфа как наилучший отклик на бета. И внезапно у нас они пересеклись в трех местах. Но эти две точки мы уже знаем. Те же самые равновесия в чистых стратегиях, которые мы находили вчера, чуть-чуть изменили выигрыши, равновесия остались. Ну вот она третья равновесие здесь, то есть с вероятностью 1,3 M идет в оперу и с вероятностью 3,4 G тоже идет в оперу. То есть заметьте, что тот, кто больше оперы любит, туда чаще и ходит. Это тоже довольно частое явление, что в играх, в которых есть два равновесия в чистых стратегиях, внезапно оказывается равновесие в смешанности. Но не гарантированно. Примеры понятны, просты. А что будет с подожиданием суммарной полезности в разных точках? Ну, здесь, разумеется, понятно. Даже бессуммарные, у каждого по отдельности. Когда они идут в этом адресе, с положительными вероятностями они оказываются вот в этих клетках. А, ну да, суммарная не очень интересная задача, потому что там и там 5. Да. Но даже для каждого в отдельности, даже для каждого в отдельности, я подозреваю, она окажется хуже, чем худшие звуки. Давайте проверим, например, ожидание полезности для N. Эти матрицу вероятностей в кучу. То есть мы знаем, что α – это одна треть, а β – это три четверти. То есть здесь они оказываются с одной четвертой, с одной двенадцатой, с одной второй – часы. А для третьих – две двенадцатых. Правильно или нет? Точно? Точно? То есть чаще всего они будут там оказаться с точки, где их быть не надо. Я думаю, что обороты. Ну и тогда вы можете посчитать быстро, что полезность ожидаемая M – это что? Это с одной четвертой, значит, единицу, еще с двумя двенадцатыми, конечно, тройку и всего-то колечек. Что хуже даже, чем вот эта единица. Ну и для второго игрока примерно то же самое получится. С одной четвертой – четыре, плюс двумя двенадцатыми – два. Так что одна и одна третья. Все еще меньше, чем двойка, которая была в худшем с ее точки зрения равновесии. Ну и обычно по той простой причине, что часто происходит декоординация таких, ну, смешанных равновесиях. И выигрыши ожидаемые низкие. Зато они есть, когда от чистых может быть. Ну, любая матричная игра имеет равновесие в смешанных стратегиях. В принципе, любая игра с конечным числом чистых стратегий имеет равновесие в смешанных стратегиях. Ну и более вообще, любая игра с непрерывным множеством стратегий имеет равновесие в смешанных, ну, равновесие в этих непрерывных стратегиях. Собственно, то, за что Джон Эш и стал известен в экономике. Один из двух его результатов. Ну, предложил равновесие и показал, что оно существует очень часто. Ну, кино, наверное, видели многие. Нет? Про равновесие там не очень много рассказывали. Ну да, про то, как он в барху. Да. Вообще, немножко раздражало, то есть, вот оно, должно сейчас про математику что-нибудь сказать. Правновесие там немного и неправильно. Когда они в барху ходят... Так, ладно, тогда мы... Наверное, мы в баре со вскрыгой начинать не будем, а вернёмся к нашей игре, в которую мы играли. И я всё ещё не назову победить. Ну, правило ещё раз. Загадывается чисто от нуля до ста. Вычисляется среднее, среднее умножается на две третих. И победитель тот, кто ближе всего средний. Ну, давайте на этой игре рассмотрим сперва эту игру как... С точки зрения теории. Давай они снова напишут эту бумажку, кто думает, кто играл. А что вы можете знать, кроме числа? А второе, вот сейчас написать то число, которое, по вашему мнению, выиграло. Постфакт. Поменяется это или нет? Интересно. Если мы рациональные агенты, то мы должны ещё раз своё число писать. Да. С точки зрения разумного. Ну, у нас как-то, по-моему, у них нормальный агент есть. Ну да. От своей будни измятила. Это разумный агент с неправильной информацией в Доре. Ну, давайте, наверное, на игру сперва посмотрим с точки зрения вчерашнего дня. А именно с точки зрения наличия в ней доминируемых стратегий. Давайте. Есть ли сразу сходу доминируемые стратегии в этой игре? Ну, писать что-то больше ста. Да. Да. Нет, больше ста. А он ста. Больше ста. Больше ста. Да. Логично. Первый раунд. Да. Переговор. Да. Ну, смотри, изначально было противоположитых, как мы всё равно ждали. Всё, что больше. Да зачем? Всё, что больше 60. Не привезли. Не привезли. Звезли ему. Вычёркиваем. Ну, и дальше, собственно. То есть, наша игра сводится к тому, что надо выбрать число от 0 до 67. Взять среднее и умножить на две трети. Короче, так до 0 до 2. Да. Аналогичным образом на втором раунде мы 67 умножим на две трети и поймём, что больше сорока пяти, сорока четырёх писать не стоит. Ну, что стратегия писать больше сорока четырёх итеративно доминируема на втором раунде. Таким образом, вычёркивая стратегию, мы поймём, что единственная итеративно недоминируемая стратегия – это 0. Что и было бы предсказанием этой игры. Наши прогналы. Не сработало. Ну, альтернативно можно посмотреть, что 0 – это равновесие по нашу, потому что любое другое… Итак, во-первых, логично, что равновесие по нашу все должны написать одно и то же число. Если это число больше, чем 0, ну, 1 тоже подходит, в принципе. Один, две трети. Одного, две трети – один ближе к нулю третям. Но любое другое число при умножении его на две трети дает нечто ближе к нулю, чем само это число. Но внезапно равновесие по нашу не случилось. Давайте, кто догадывается, сколько победило? Я. Сколько? Тридцать. Тридцать? Тридцать – это победа. Амиров Максим? А, Широ. Это я. Это Широ. И я погибил. То есть у нас одна реклесит Санфея, то есть два гражданья… У нас тут пустого. Пятьдесятки было просто игра. Это ваш. Это я. Я, я же знаю почему. Почему? Я просто… Двух третих, потом три вторых. А мы все больше чем надо. Вот кто-то подумал, что будет три вторых победы. Амиров Максим, тридцать победы. А, я вам катал с этого. Ну, не знаю, не знаю. А только кто им это писал. Да. Кто-то написал. Вот я за это тоже обычно пишу. Кто-то написал больше песни себе. За попадание в жертвы экономической теории. А на самом деле, есть ли какие-нибудь стандартные математические аппараты, призванные учитывать шум? Это не шум. По-другому называется. Ну, или как-то вот такие вот вещи. Нет, ну… А, ну, кстати, Бирс Сергеев. Сейчас я про него и буду рассказывать. Ну, 25. Ну, 25, 26. Ладно. Вообще-то, как-то вот у нас довольно случайно… А сколько средней? Я смотрел. Сколько средней было? Ну, немножко. Что там получится? А 25-26-то есть такое? Нет. Следующее, ближайшее, по-моему, было 22. А, средняя, кстати, да, средняя была 28 с небольшим. То есть, я зашел это… Я зашел. Нет, ты бы шумил. Нет, ты бы шумил… Средняя или средняя была 23? Средняя была 23 с небольшим? Ну да, то, что получилось из того, что было, но это самое большое вещество на моей памяти, которое я встречаю в этой игре. Самым маленьким было восемь. Тоже один раз. Это когда я весной тоже на курс по теории игров зашел в гости для аспирантов. А, я говорю, что мы в гитаре давно говорили, чуть ниже. Да. Я не больше знаю. Зипа, те, которые реально случайно написали. Так бывает, да. Так устроено. А, кстати, пятьдесят и больше сколько? Много. Много? Я не буду. В среднее почти три десятка. Старались. Кто-то, я слышал, перепутал две трети и три вторые. Тоже самое. То есть, видите, некоторые гранят в другую игру. Мы повторим на следующем неделе ради эксперимента. Получилось. Получилось. Все должны быть правильными. Когда будет народ другой чуть-чуть, что-то. То же самое. То же самое. Да, а надо как раз. Третья на тиракцию. Вот я вам сейчас расскажу лучше, про то, как это каждый день повторялись. Это динамика, причем сам это делать. Ну, собственно, вопрос-то в чем? В том, что равновесие по Нэшу как бы не работает. Не работает в двух смыслах. Во-первых, описательно, в том плане, что оно не реализуется. А во-вторых, что более важно, но не работает нормативно. И здесь имею в виду, что человек, пытающийся играть равновесие по Нэшу не выиграет в эту игру никогда. Нигде ни в какой аудитории. Ну, эмпирически. Даже в компании группы теоретиков-игровиков числа обычно в районе 20. Ну, это потому что они веселые очень. Соответственно, лучшее описание этой, ну, для этой игры и потом пошедшее в другие игры, и это мы заходим на территорию, так называемой, ограниченной национальности. Это то, что называется, к-уровневые, когнитивные иерархи. Не знаю, по-русски это что-то написано или нет, это чуть интереснее, но если вы будете искать опять такие, к-уровневые, дальше все понятно. Да, подступление, замолзел. Прежде чем я это начал, что мы сделаем? Мы закончили полностью игры с полной информацией. И завтра мы начнем игры с неполной информацией. А сейчас такое отступление, чтобы не смешивать и не нагружать вас сильно в один день. Отступление от рациональности в ограниченную рациональность, но не сильно ограниченную. То есть, что к-уровневые, когнитивные иерархи. Подход простой. Видяется, что у людей есть некие глубинные способности мыслительные. И ведут они себя с тем, на каком уровне находятся. То есть, уровень ноль, это люди действуют случайно могут. То есть, из всех существующих перед ними возможностей, они любую выделяют равновероятно. Про некоторые башки сперва так и подумать, собственно, что это произошло. Потом понял, что люди две третих с ними автоматически любят. Соответственно, следующий уровень. Что делают люди на уровне один? Они находят лучший отклик на людей уровня ноль. То есть, люди на уровне один играют оптимальный отклик на действиям людей уровня ноль. Ну, похоже, да. То есть, понятно, в нашей игре, случайным образом, вы ожидаете получить среднее примерно 50. Значит, выиграешь 30. Человек на уровне первого думает, все, кроме меня, важно, все, кроме меня, играют случайным образом. В среднем будет что-то около 50. Мой оптимальный отклик на 50, это две третих от 50. Мое действие должно быть, взять две третих от 50, примерно 33. Ну, понятно. Дальше, уровень 2. Люди, играет оптимальный отклик на что? Уровень 1. В смысле, а, грубо говоря, в этой ситуации куда дели тех, кто в уровне ноль-то? Они же тоже живут? Ну, против них тоже, я считаю, что все. Нет, этих людей нет. Мы им сейчас обсуждали, и люди могут быть. Вот уровень 2 игра оптимальный протест только уровня 1? Да. То есть вот это, здесь есть небольшой обман, да? То есть вот уровень 2 предполагает, что вообще-то уровней 0 вообще нету, да? На самом деле есть какая-то пропорция между уровнем 1 и уровнем 0. То есть уровень, ну, в простейшем описании уровень 2 играет оптимальный на уровень 1, в принципе можно, иногда называют уровень 2a, давайте мы уровнем 1, или уровень 2a, ну, соответственно, давайте я пишу best response на смесь уровней. Смесь уровень 2a, ну, обычно это не нужно для описания результата того, что получается. То есть понятно, то есть в данном случае это примерно было бы 22, то есть если бы такие люди были. То есть представляется, что есть люди уровня 0, уровень 1 уровня 2. Ну, довольно странно предполагать, что есть люди уровня 0, ну, или что их много хотя бы, в принципе. Ну, ничего страшного. Ну, как бы людям объяснили правила, и они... Ну, я им минус 1. Так, давай, считай, что рекомендую. Ну, собственно, все это пошло за современной работой... Если конец, я... Такой... Официально конец, я тоже называю конец, да? Розмоли Нагелл. 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 Бобби, колец. Статья 95-го года в Америке экономики игрок, где она, собственно, делала примерно то, что я сейчас, она отдавала эту игру играть большому количеству людей много раз. Очень много раз. Вымылает, ну? Нет. Ну, я не думаю, что они играли с теми же оппонентами, и... Я сейчас уже не помню деталей. Что интересно, когда вы видите... Ну, просто... Частоты ответов... График частот ответов. Выглядит бы примерно так. Вот так. То есть, есть что-то, кто-то здесь делает, огромное количество людей выбирает 33, и довольно большое количество людей выбирает 22. А в районе 3 не отсутствует совсем? Ну, понятно, что трудно шлить. То есть, нет, тут есть какие-то... А, ну да. Еще что-то, ну, тут примерно все полно. То есть... Ну, если там нету значимого всплеска, допустим... Да, всплеска. Допустим, 2 3-ка, 22. Там, во-первых, сложно отличить, потому что 22... Следующий был бы что? 14, 15, 19. Примерно... Ну, не так далеко, как 22, 23. И, как бы, статистически это почти неотличимо там. То есть, может, визуально он есть, но статистически его не видно. Ну, собственно, вот эти наблюдения, как бы, привели к тому, что придумали эти идеи когнитивных иерархик. То есть, оказывается, люди такие все-таки есть. Непонятно до конца мне, как люди, ну, как люди думают все же. То есть, вы можете сами подумать, как они думают. Но, как бы, то есть, считается, что уровень один считает, что он, как бы, самый умный в комнате все-таки. А все остальные случайны. Ну, тем не менее. Ну, что вы, Гурмин-2 считаете, что он все-таки более умный чем он? Да, он считает, что он самый умный, а остальные так. Ну, кто его... непонятно. Я тоже считаю, что он самый умный. Так я каждого времени считаю про себя. А не от того стратегии собственного исправления. Кажется, что он считает себя самым умным. Да, каждый считает себя умным. Но... И потом, ну, что интересно, это работает. Я вот к чему. То есть, если кого-то заинтересует... Сейчас, у меня записано. Уровень ноль, получается, должен быть вот в этом графике, равномерно размазан. Его можно... Да и не отличить, как бы. То есть, понятно, что то, что здесь, это уровень ноль. Какой-то уровень ноль оказался и здесь. Какой-то здесь, то есть. То есть, я вообще в реальной числе не думаю, что люди уровня ноль существуют. За исключением там особых редких случаев, когда вот человек просто спит. То есть, делает во сне что-то. Собственно, если кто-то хочет что-то про это читать, как это работает... Да, я просто скажу вам дам пару часов. Да. 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 Статья 2004 года. Имели, как бы, по-моему, превью тоже. Ну и, в принципе, Колов очень много этим занимался. В начале двухтысячных... Ну, четвертого, шестого, то есть. И про это много чего писал. Применяли, по-моему, даже к... К водителям так сильнее каким-то образом. Как там, ну, как они себя ведут. То есть, оказалось-то, работает приложение десятки, наверное. И лабораторных, и не только. Почему работает, непонятно. Ну, проблем, как бы, три основных с этим. Ну, понятно. Непонятно, почему люди так должны думать, и кто так думает. Непонятно. Это первая проблема. Вторая проблема более теоретическая. В том смысле, что это модель... Ну, связано с первым, что это модель неравновесной. Обычно все-таки ревновесной моделью мы занимаемся. Ну, неравновесная в ком смысле, в том, что действия людей, какой бы группы, какую бы выборку из уровня не взяли, Ожидание людей не соответствует средним действиям других игроков. Вот так. То есть, понятно. Если вы берете уровень 1, ну, если вы берете уровень 0, он не соответствует слову. Но если вы берете хоть немного уровня 1, все. То есть, ожидание уровня 1 не соответствует поведению игроков, если там значимый кусок этого уровня присутствует. В этом смысле модель неравновесной. Ну, самая главная эта критика, как вы думаете, какая? То есть, критика чего? Ну, вот этого подхода к уровню. К уровню их иерархи. То есть, в чем проблема-то основная? Ну, понятно, что если я его беру не только в этой игре, но и в любой другой, я хочу его применять. В чем у меня первая проблема состоит? Ну, если два человека на одном уровне, то как он сыграет? Это... Я могу сказать, какого они уровня, решить и посмотреть результат. Но мне для начала надо... А я же могу против нескольких уровней сразу играть. Ну, я задам людям уровни, пусть они играют. То есть, зная, какого уровня люди, я могу посчитать исходы игры. Но после этого уже влияет для изменения их уровня? Ну, это если повезет. В зависит от того, как люди учатся. Вот мы окончательно... Мы на следующей неделе сыграем то же самое и посмотрим. Ну... Там все... Практическая проблема в том, что непонятно, как они с уровнями соотносятся и... Давайте так... С точки зрения... Давайте не практической даже, а теоретической. Вот есть у меня игра... И я хочу ее решить... Хочу понять, предсказать исход игры, если в нее играют люди там... Если в нее играет половина людей уровня 1 и половина людей уровня 2. В чем моя проблема? Ну, что мне надо понять, чтобы понять, как играет уровень 1? Как играет уровень 0? Так... А что надо знать, как играет уровень... Чтобы знать, как играет уровень 0? Не посмотрите, как играет уровень. Ничего не надо знать. Как играет уровень 0? Известно, а 1 отсюда известно... Не так-то просто. Вероятность известна. Я бы вам сказал, что надо выбрать число от 0 до 100. И вроде тут-то все просто. Вроде бы люди случайным образом выбирают числа от 0 до 100. Но если бы я не сказал, что это целое число... Ну, тут примерно 50 и остается. Ну, как бы основной вопрос, как бы, я говорю, действует случайным образом, выбирая равновероятно любую из возможностей стоящих перед ним. Вопрос в том, как поставить этот выбор возможностей. Вопрос в том, чтобы они равновероятно все были. Ну, то есть, грубо говоря, это же как задать рамки, да? Вопрос, сильно бы изменился результат игры, если бы я задал рамки на 0 до 100, 0 до 1000. То есть, все равно было бы примерно 50. Нет, нет, нет. Все равно выиграл бы человек с уровня 1, скорее всего. В этом плане, или что? Вопрос в том, что мы говорим, что от 0 до 100, а, допустим, эти случайным образом выбирают, допустим, от 0 до 1000, да, или что? Или наоборот, от 0 до 90. То есть, они, грубо говоря, вот эту границу выбирают тоже случайным образом, да? То есть, мы им говорим одно, а они... Да, а как люди себя ведут, мы не знаем. То есть, во-первых, они могут выбирать случайным образом неравновероятно. То есть, они никакие детерминированные, как мы думаем, да? Ну, то есть, мы в модели-то их какими-то вписываем, но это как бы... Вот, вот точно, вот, что... Нет, ну, там же не означает, что человек, который написал середину 50, а это что, кто-то написал 25, написал себе себе. Да, но может быть... Нам же главное организовать так, чтобы можно было среднее уровня его найти. Да. То есть, если не сравнивало, конечно, и собственное действие влияет на среднее. Нет, я про то, что может от него выбирать неравномерно. То есть, мы задали диапазон от 0 до 100, до 100 человек... Из результата 0 может вообще на этот забить его написать, как будто из диапазона от 0 до 1000, и все так. Нет, ну, все соответствующие правилам, они могут быть... Ладно, человек может сидеть, сидеть уровня 0, писать и убрать числа от 0 до 95, не заключить. Нет, ну, кстати, если уж на то пошло, эксперимент, когда ты сам проводил какого-то равновенного распределения, просто надо писать число от 1 до 100, пишут от 1 до 100, а, наверное, распределение с очень большой точностью. Что вы подразумеваете под случайным образом? Случайно распределение какое за одно? Вот в том-то и дело. Равноверность? Равноверность? Есть вопрос. Мы решить число от 1 до 100, потому что все-таки все равно равноверно. Мы математикой же занимаемся. Правда, не равноверно, конкретные числи. Мы занимаемся теорией игры, я не математик. Я математикой и не занимаюсь никогда. То есть, по интервалам? То есть, грубо говоря, в первые 25 попадается только во вторых, в третьих, в четвертых. А вот если спросить число от 1 до 100, тогда говорят Семенову. А если попросить написать мужское имя? Ну? Что-то будет равномерное, случайное. Я говорю, у меня не обязательно же играть эту игру, а вот почему. Концепцию хочется применять чаще. Все понятно. То есть, а вот о чем. Проблема нулевого уровня, понятно. То есть, я пытаюсь, да, понести, что есть проблема нулевого уровня, что это слишком много свободы выбора у исследователей. Вне зависимости от игры. То есть, это как бы основная критика этого подхода. То есть, здесь, вот в этой угадайке это более-менее понятно, как это задавать. Ну, казалось бы, люди пишут равномерные числа. То есть, понятно, грубо говоря, непонятно, то есть, понятно, что они действуют случайным образом, но непонятно, на каком нужде, да? Да, непонятно, на каком нужде и по какому распределению. Первый день, скажем, в миллион раз больше, чем список имен на них про тест. Получаем примерно распределение, нормально. Да, ну, то есть, понятно, можно пытаться вытягивать его из того, как люди действуют, а потом говорить, что они действуют таким образом. Ну, это уже немножечко, так, натяжечка. Тащить себя за волосы, да, тащить себя по-русски. Хороший пример есть про число от 1 до 50. Можно даже попытаться поиграть сейчас в аудитории буквально на минуту. Нам нужно написать число от 1 до 50, то есть, из двух цифр, x, y, но так, чтобы обе цифры были нечетные и различные. Ну, то есть, там, одиннадцать, например, нельзя, потому что это народный одиннадцать. Вот напишите все. От 1 до 1 до 50. Вот обе цифры и еще три раза. Субтитры сделал DimaTorzok Когда ничего не даете, писать не хочется. Отлично, первое, я вам помню. Я умею. Круто! Третий. Кто? Какой третий? В смысле? Тут ранее. А тут третий. Я тоже вам взял только один клиник. Да. Фейл, потому что оттуда он здесь. Так, следующий. Следующий. Так. Фейл. Одного до 50. Седьмое. Так, ну вот в аудитории у меня сдают. Наверное, наверное… Сколько? Не знаю, это у меня. Ну, это уже, как бы… Вот когда с первого раза все хорошо получается. Значит, здесь аудитория, ну, сдала, наверное, где-то… Тринадцать человек. Ну, не знаю, некоторые сказали, что помнят. Вот. Отлично. Тут еще один. Правильно. Хорошо. Пятнадцать человек. Из них девять написали число тридцати. Заметим, что чисел возможных восемь. Одиннадцать. И гдеliyor 7, 8, 13, 15, 17, 19. Тридцать один, – 35, 39? В первой… Тридцать девять? В третьем. Да? В 15 написал никто,ätteели на 1 человек… А, в 15. В 16. Сработало. В Сержее делал опыты на пяти человек, но четыре сказали тридцать. А, собственно, не прийти и тогда было? Не, у меня не было. Ну вот он и был. Есть какая-то магия выяснили. Ну точно так же, как если нужно назвать число от одного будет идти. Понятно, сейчас я не знаю. Называйте. Ну про магию, наверное, мы не будем сегодня. Хотя можно в другую разницу. Но к неравномерности расстоянию. Так, у нас осталось восемь минут. Давайте новое начинать посуду. А вот про что еще. Еще раз вернемся к теме вот того вычеркнули, доминирования стратегии. Идея того, что мы вычеркнули 100, ну понятно. Мы думаем, что средний не может быть больше 100, и поэтому не играем 67. Когда мы пишем что-то для 67, мы думаем, что все остальные догадались, что средний не может быть больше 100, и тоже не будут писать больше, чем 67. То есть, когда мы начинаем вспоминать о том, что игра это общее знание, что все знают правила, и что все как бы стремятся победить и тоже думают о том, как бы им победить. И как бы к теме общего знания, напоследок, наверное, те, кто математикой в следующем школе занимаются сходом, не скажут, что это делать. По-моему, в математике называется задача колпака. Отлично. Ну, здесь, в школе, это интересно. Давайте, у нас сидят, стоят три мудреца. Каждого надевают колпаки, и известно, что к минимуму один колпак белый. Ну, и внезапно мудрец в белом колпаке говорит, что у меня белый. Ровно один колпак белый? Как минимум один белый. Что произошло? Еще раз. То есть, известно, что... То есть, известно, что... Да. Человек в белой колпаке говорит, а у меня белый колпак. То есть, независимо от того. Ну, давайте. Человек в белом колпаке говорит, что он сказал, у меня белый колпак. Как он осознает это событие? Смотришь на других, а не в белых. Ну, примерно, иначе был один белый колпак. Ну, да. Если было два белых колпака. Ну, те, которые видят его белый, молчат. Да, конечно. То есть, надо... А, если два колпака, то... Еще, вот он думает, как думает другой, он видит, что у этого не белый. Если бы у него был не белый, то у него был белый, он бы вскрикнул. Значит, у него белый, и он кричит. Именно так. Осознание прошло в аудитории? Или медленно теперь пошло? Это как бы загадка из Чипрова Марицова. Ну, да, да, то же самое. Ну, давайте раз... Давайте раз... Люди в... Люди, вот теперь у нас колпаки будут не белые, то есть, а красные. Но они друг к другу, и они не говорят, но видят, что ли? Товарищ завтра. Кажется, ты поймешь сейчас свой балбак. Сидимся. Я вам 10 положу и заставлю угадывать, у кого белый или не белый. Давайте, положим, как думает вот этот товарищ. Он думает, вот этот черный колпак. Так, черный это белый, да? Нет, черный это черный, красный это красный. Мы ищем людей в красном компакте. То есть красный это стал, белый стал красным. Товарищ думает, у него черный колпак. Если бы у меня тоже был черный колпак, то вот он бы понял, что у него белый колпак. Красный. Потому что больше не у колпак. Значит, у меня красный колпак. И понимаешь, что у него красный компакт, и он сообщает об этом. Нет. Нарисовать сейчас черненький наверху, если бы была такая ситуация. Но он сидит как положительный черный компакт. То есть так, я сижу и думаю, наверное, у меня черный компакт, допустим. Но тогда... Тогда мы оба в черный, этот в белом догадался бы, что он в белом. Красный. У меня нет белого маркера на белом. Он в белом поделал. Он делает, наверное, не все в белом. Там очень много белых колпаков. Да. Если у меня черный, этот друг уже догадался, наверное, что у него белый, если все остальные черные. Значит, у меня не черный. Теперь 52. Там уже очень. Что делать, если у меня не все белые? Предположим, что у меня черный. Тогда он бы смотрел на других, он бы смотрел на других, думал бы, что тот бы уже крикнул. Тогда он бы уже крикнул, но значит, у меня красный. Ну да. Это если я... Это если бы резидумция, то есть. Здесь, конечно, все-таки никак. Такая проблема, связанная, скорее, не с чем-то конкретным, а с формализацией задачи. Да, то есть нам нужно какое-то дискретное время. Сознание. Чтобы мы понимали, за какое время... Теоретики игровиков, надеетесь колпаки, и на кого-нибудь надеетесь... Теоретики игровиков? Ну, сработает. Сработает. Потому что нам надо будет таймером щелкать. Если я приезжаю... Даже таймером щелкать. Просто люди думают... Попробуйте пять нарисовать и думать. А-а-а. То есть, понятно, индукция работает. Индукция работает. Проблема в чем? Проблема в том же, что... Сложно будет. Сложно. Выписать. Даже выписать ловенькую рассуждение, это очень сложно. Можно попытаться. Нет, просто, например, надень два еще черных и три красных. И я думаю, тот, у кого будет быть черных, он тоже скажет, что у меня красных, вот по этой самой, по индукции, но он будет неправным. Да нет. Как бы... Супер. То есть, вот для трех, наверное, еще работает. В жизни, а... Нет. Индукция работает в том плане, что как бы с идеей, что чем меньше, тем быстрее скажут. Тут любая ошибка, она, собственно, влияет на то, что все дальше будет неверно. Ну да. То есть, как бы... Да. Под спудной есть такой, типа, временной интервал, что, типа, если бы их было двое, они были бы быстрее, чем передать трое. Да. Сразу скажу. Ну да. Ну то есть... То есть, фактически идея в том, что надо все с одинакой скоростью говорят про себя предложение того, как они думают, и кто первый закончил предложение, тот победит. Ну вот, как бы. Нет, интересно, кстати, поиграть в игру, надевать разного цвета и выиграть всю сумму, вот как ты назвал первым. Вот, наверное, надевать в том числе... Не знаю. Не на всех. Не всякий согласится на свою голову компактный. Ну ладно, давайте мы на сегодня закончим. Завтра нас ждут игры неполной информации и прочая радость жизни. Спасибо.